Нам нужна компания, зарегистрированная по данному адресу. Называется ВУК-комплект. Юридический адрес есть, фактически организации нет. Поиск должников у судебных приставов – дело обычное. Неприметный вагончик на территории промышленной зоны. Немноголюдно. Размеренный рабочий ритм менеджера нарушают судебные приставы. Причина их появления банальна – налоговая задолженность перед государством. Накладывать арест на имущество приставам не пришлось. Со слов бухгалтера долг погашен. Но для подтверждения необходимо явиться как в налоговую службу, так и к приставам лично. Впрочем, это тот случай, скорее исключение из правил. Чаще, выезжая по адресу должника приставы, обнаруживают закрытые двери. В большинстве случаев мы сталкиваемся с тем, что юридические лица ликвидируются, проводят самоликвидацию. Соответственно, во избежание данной ситуации, судебным приставным исполнителям выносится постановление, которое направляется в налоговую органу, а запрете внесения изменений ЕГРУ. На сегодняшний день в Одинцовском отделе судебных приставов более 2000 исполнительных производств о взыскании налоговой задолженности. Общий долг неплательщиков перед казной – 600 миллионов рублей. В ходе рейдовых мероприятий судебным приставным исполнителям отдела составлено три акта опися наложения ареста на имущество должников. И в ходе рейда взысканы и перечислены в бюджет Московской области порядка 10 миллионов рублей. Под особым контролем судебных приставов фирмы с сомнительной репутацией именно они чаще всего не платят налоги. Взыскивать с них долги сложно. Однако в том случае, если у юридического лица нет имущества и денежных средств, его руководителю может грозить и уголовная ответственность.